Инновации в промышленности и сельском хозяйстве сегодня обсуждали во время рабочей поездки премьер-министра в Витебскую область. Внедрение новых технологий позволяет компаниям успешнее преодолевать сложные экономические обстоятельства. Всего одна обработка почвы и земля готова к посевной. Барана и селки – это новая продукция витебского мотороремонтного завода. Раньше здесь занимались только двигателями, а теперь и производством агрегатов. Причем 90% сельхозновинок изготавливают в своих цехах, а ставку делают на экспорт. Уже продали не один агрегат в том году, в 2015-м, на российский рынок. Уже в этом году, в месяце, в январе, мы продали дискаторы и несколько, какую-то партию запчастей на российский рынок. Мы сегодня прорабатываем рынок Туркменистана, Армении. Сейчас мы ведем переговоры с сахалинской фирмой, чтобы там дилер свой, дилерский центр свой открыть на Сахалине. Посетил премьер-министр и молочно-товарная ферма региона. Новые технологии утроили у дои. Вместо доярок сегодня на фермах Витебской области трудятся мехатроники. Обязательно с высшим инженерным или ветеринарным образованием. Преимущество работы в том, что если нет ручного труда, что делает робот? Он ее моет, подключает сам, доит, обрабатывает сам вымя ей, сам ее кормит, определяет качество молока. Если корова больная, молоко сливается в отдельную емкость. За последние несколько лет на предприятиях Витебщины проведена масштабная модернизация. Новые сельхозагрегаты, методы разведения племенного скота и производства молока в регионе – результат тесного сотрудничества предприятий с учеными. Объем инновационной продукции в Витебской области более 30%.